Могущее сражение, он чувствовал себя спокойно. Это Псалом 90. Когда вокруг люди умирали от заразы, он чувствовал себя спокойно. Как Иисус, которого хотели убить каждый день, он чувствовал себя спокойно. И в этой главе говорится о субботстве. Это не то, что когда ничего не делаешь, как думали некоторые люди, это когда посвящаешь все мысли и все свое сердце Богу и тому, что Он хочет сказать именно сегодня. Там этот был день сегодня. Он может сегодня что-то сказать. И я научился, мне кажется. Я отключаю, отгоняю все мысли мухи и настраиваюсь на волну Бога. Нужно это сравнить с акустиком подводной лодки, который, если бы в то время у Иисуса было радио, он бы, наверное, сравнил с настройкой на волну, радиоволну. Вот акустик, чтобы поймать нужный звук, какую-то нужную волну, или настраиваешь на радиоприемнике волну, это нужно очень чутким быть. Это нужно обладать хорошим слухом и чуткостью. И вот когда находишь его волну, или можно сравнить с Ильей, когда он почувствовал тихий ветерок, то есть кругом все взрывалось и рушилось, казалось бы, конец света, и нету там Бога. Там Бога не было, а Бог был в тихом ветерке. Услышать его голос среди шума и жужжения этих мух в голове, в телевизоре, в интернете, это дорогого стоит. И как сказано в псалмах, остановитесь. Остановитесь не просто, ты шел и остановился, остановись в мыслях своих и познай, что я Господь. Достаточно буквально, я начинал буквально 5 минут остановиться, отключить все мысли и просто успокоиться. И тогда все проясняется, тогда понятно, в чем Бог говорит. Тогда чувствуешь его, вот этот шалом, покой в душе. И тогда совершенно по-другому смотришь на этот мир. Иисус постоянно для этого уходил в тайное безлюдное место. То есть искушение в пустыне, например. Ну и то, к нему там весь зеву подошел. И он победил его, уже просветленный ум, победил его обещаниями Бога, его добрыми обещаниями своего отца. А после этого вышел к народу и сказал, не беспокойтесь ни о чем. Потому что Бог все знает и всем владеет. Он царствует. А после того, как почувствуешь этот покой, шалом в своей душе, даже в среди сражения будешь спокоен. Я хочу тоже поднять ваши глаза, как Давида Диму Жареного. Потому что он сейчас на военной службе сейчас. И в любой момент его могут куда-нибудь отправить. Но он, я вижу, он чувствует это спокойствие. И его Бог защищает. И улыбается. И когда вот чувствуешь от покой, как в старом стихотворении, ничто не сможет вышибить тебя из седла. То есть это как вывести из душевного равновесия. Если ощутишь защиту Бога Отца, то ничего не будет страшно. Именно ощутишь. Потому что понять ее, просчитать логически как-то невозможно. Это можно только ощутить, как Павел Афинянам, самым прожженным логиком, он сказал, вы должны ощутить Бога просто. Вы его не поймете так вот, не высчитайте. И вот мое убеждение, что единственная защита от беспокойства в этом мире это личные, близкие и доверительные отношения с Отцом Небесным. Все. Спасибо.